Продолжение следует... Продолжение следует... Но похоже, что Антинори не единственный, кто работает в этом направлении. Подобные следы ведутся в Китае, Южной Корее и Америке. Стало известно, что американская супружеская пара, адвокат Марк Хант и его жена Тресси из Западной Вирджинии, год назад потерявшие дочь, готовы заплатить полмиллиона долларов за её воскрешение. Клонировать ребёнка взялась французская биохимик Брежит Боасилье, член секты Раэль-Ианской движения. А основатель этой секты, французский журналист Раэль, встретился несколько лет назад с пришельцем, сообщившим ему благою весть. Всё живое на Земле создано инопланетянами посредством клонирования и генетических модификаций. А в очереди на клонирование к доктору Боасилье уже стоят пять британских семей и две пары гомосексуалистов. Сторонники клонирования заявляют, науку не остановить. Клонирование нельзя запрещать, потому что речь идёт о научном прогрессе. Его нельзя запретить, остановить, а те, кто это делают, обычно проигрывают в историческом плане. Вот сейчас Россия, которая приняла закон об временном запрете на опыты по клонированию, нанесла удар по собственной науке. Но у нас почему-то мечтает клонировать не самых близких и дорогих людей, а политических деятелей. Кто-то мечтает клонировать Сталина, а из современных политиков главный кандидат на дублирование Владимир Жириновский. Я думаю, что Валерий Вольфович, как человек передовой, согласился бы на клонирование. И больше того, я скажу, что с 1997 года мы опекаем некоторые лаборатории, которые ведут исследования в этой области. В любом случае джинн вырвался из бутылки, и кто знает, во что, в конце концов, он превратился. Клонировать можно не только Владимира Жириновского. И вот, скажем, даже если Джордж Буш-младший сумеет добить Саддама Хусейна, не исключено, что приверженцы Хусейна клонируют иракского диктатора из кусочка его ногтя или из оставшегося от него волоса на зло Америке. И в этом случае, поскольку теоретически клонировать можно так до бесконечности, мы станем свидетелями вечной схватки между Соединенными Штатами и бессмертным Саддамом Хусейном.